Столичные метростроевцы сегодня сдали в эксплуатацию новую станцию подземки Румянцево на юго-западе. Она будет предпоследней на красной сокольнической линии сразу за Дрополёво. Для пассажиров её откроют позже, ну а дальше на очереди Соларьево. Эта станция пока работает в техническом режиме. Все подробности мы надеемся узнать у нашего корреспондента Александра Евстигнеева. Александр, вам слово. Здравствуйте. Да, сегодня состоялось открытие станции Румянцево. Это так называемое техническое открытие. То есть, что это значит? Сама станция полностью готова. Работают эскалаторы, работают турникеты. И, в общем-то, уже можно, что называется, ездить в центр и из центра, но пока ещё не готовы машинисты. Вот тот коллектив, который будет по этой ветке ездить, он должен, что называется, накатать маршрут. То есть, понять, где какие стрелки расположены, где расположены инженерные сооружения и коммуникации. Но, тем не менее, сегодня уже первый состав на платформу Румянцево, на станцию Румянцево пришёл. На этом поезде приехал Сергей Собянин, мэр Москвы. Он пообщался с метростроевцами, естественно, поздравил их с Новым годом, осмотрел станцию и оценил проделанную работу. Подчеркнул важность того, что эта станция вот-вот должна заработать. Очень важное направление, что в киевском направлении практически такого серьёзного общественного транспорта нет, а стройка ведётся достаточно интенсивная. Ну и, должен сказать, что в ближайшие годы будут годами массового пуска метро, станции метро. Сделаны огромные заделы, строятся десятки станций, десятки километров тоннелей сегодня в работе. Так что, надеюсь, что метро ожидает серьёзный прорыв в ближайшие годы. Сами метростроевцы сегодня назвали примерные даты, когда всё-таки станция Румянцево будет открыта для пассажиров. Давайте послушаем, что они говорят, что они обещают. Чтобы запустить Румянцево с пассажирами, я думаю, что после праздников нам понадобится максимум неделя-полторы. В принципе, все системы запущены, они уже сейчас работают. Видите, что и освещение, и вентиляция, и громкоговорящее оповещение сегодня при вас текстировалось. Ну, то есть, это такой, получается, подарок к Новому году жителям близлежащих микрорайонов. И на работу и с работы после праздников они уже начнут ездить с новой станции метро. Хороший подарок. Александр Евстигнеев рассказал о двух новых станциях на красной линии столичного метро. Продолжение следует...